Добрый вечер! В эфире Наши новости в студии Алина Багрянская. Сегодня вторник, 13 июля, и вот о чем мы расскажем этим вечером. И вот я нарвалась, напала на меня его овчарка. Жительницу Соликамска покусали на рабочем месте. Идеальный вариант летнего отдыха. Как бы вы хотели провести свой отпуск? На Багамах. И мастерство на глубине 400 метров под землей. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на своем. Серьезное ДТП произошло в Березняках накануне вечером практически в центре города. Все случилось на перекрестке улицы Пятилетки и проспекта Ленина. К счастью, все участники живы. В направлении проспекта Ленина двигался автомобиль Тойота под управлением местного жителя 59-го года рождения. По предварительной информации у дома 41 при повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу, движущемуся прямо в встречном направлении автомобилю Volkswagen и допустил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. С различными травмами мужчину доставили в Березняковскую больницу. Также пострадал его пассажир. Женщине оказали медицинскую помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Укусили и забыли. В нашу редакцию обратилась возмущенная жительница Соликамска. Как рассказала женщина, ее во время производственных работ укусила собака работодателя. А тому якобы и дел никаких нет до инцидента. С пострадавшей встретилась Любовь Битнер. Вот это я показываю вам, один из выпусков. Остальные, как бы там спина. Вот так закончился один из трудовых дней на базе одного из соликамских предприятий, рассказывает Валентина Василенко. Работает штукатуром маляром, берет заказы. И вот в один из таких, казалось бы, обычных наймов ее работа закончилась совсем не так, как планировалось. Это произошло 7 числа этого месяца. Я меня нанимал, Василий Федорович, к сожалению, фамилию не запомнила его. Я работала, производила работу у него в боксе. У него там собаки по территории на цепи. И когда он там отпускает или что-то их, они, ну, как бы должны предупреждать, что вот отпущена собака, потому что есть другие люди. И вот я нарвалась на, напала на меня его овчарка. Я не знаю, по-моему, у Кавказской или как у них порода. Валентина Василенко говорит, что обратилась в травмпункт. Там ее приняли и констатировали укусы собаки. У пациента имеются укусы, предположительно, от зубов собаки рекомендовано амбулаторное лечение. Не помочь в лечении непросто, говорит пострадавший. Предприниматель тем временем, говорит Валентина Васильевна, не желает. Якобы поначалу открещивался от нее. Мол, знать не знаю ни собаку, ни тем более вас. А теперь вовсе не берет трубку при звонках и не открывает двери предприятия работнику. Вместе с ней едем на базу и пробуем связаться с владельцем организации. Нам так и не удалось узнать, на месте или нет предприниматель. Хотя, судя по тому, что сейчас время рабочее, на базе все равно находится кто-то из сотрудников. И возможно, даже он тоже за воротами слышится собачий лай. Вполне возможно, что это даже та самая собака, которая покусала селькамчанку. Безусловно, укушенная женщина имеет право на возмещение причиненного ущерба. Соответственно, от укуса этой собаки женщина испытала нравственные и физические страдания. То есть, обратилась в полицию. Полиция поведет проверку, определится. Есть состав. Тут, кстати, уголовное наказание может быть. Или административное наказание. Право за обращение в суд остается. Поэтому составит заявление, обратится в суд. И суд, безусловно, взыщет сумму морального вреда и затраты на лечение. Мы продолжим следить за тем, чем завершится эта история. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. Обвиняемый в убийстве семьи подросток из Прикамья признан невменяемым. Парень из Октябрьского, обвиняемый в убийстве трех членов своей семьи, страдает психическим заболеванием. Пишет коммерсант Прикамье. Подробнее расскажет моя коллега Анастасия Шерстобитова в патрульной рубрике. Настя, здравствуй, тебе слово. Приветствую всех по результатам стационарной. Психиатрическая экспертиза в Екатеринбурге он якобы признан невменяемым. Если его признают виновным, то суд не сможет назначить фигуранту наказания, но должен применить принудительные меры медицинского характера. Напомню, тело трех человек были обнаружены 2 марта. Сначала подозреваемым был глава семейства, но позже выяснилось, что он обнаружен среди убитых. 16-летний подросток сбежал в Екатеринбург, где его нашли полицейские. Сейчас он находится под стражей. Продолжу другими новостями. В котлетах, производимых в Прикамье, нашли антибиотики. Проверка регионального Ростельхознадзора прошла в апреле 2021 года. Тогда в магазине взяли пробы мясной продукции. Оказалось, что в рамштексах, которые взяли с прилавка, находился антибиотик. Его присутствие в пище не допускается техническими регламентами. Производителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Березняковец заплатит за ремонт и содержание жилья почти 60 тысяч рублей. Суд рассмотрел иск управляющей компанией Льва Толстого, 25, к гражданину о взыскании задолженности за ремонт и содержание жилья. Согласно исковому заявлению, гражданин задолжал своей управлялке более 57 тысяч рублей плюс расходы по оплате государственной пошлины в размере 828 рублей 10 копеек. Теперь гражданин обязан выплатить все, что задолжал. Прокуратура Пермского края тем временем через суд добилась обеспечения дорогостоящим лекарством ребенка-инвалидом. Надзорное ведомство обратилось в мать ребенка и пожаловалось на отказ Министерства здравоохранения обеспечить сына лекарством. В ходе проверки установили, что несовершеннолетний мальчик страдает онкологическим заболеванием. Кроме того, является ребенком-инвалидом, который нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате по жизненным показаниям. Однако региональный Минздрав Пермского края отказал его закупки, так как лекарства не зарегистрированы на территории Российской Федерации и не входят в перечень жизненно важных лекарств. Стоимость курса лечения в количестве 20 ампул составляет 25 миллионов рублей. В результате прокурор края направил в суд иск с требованием обязать региональный Минздрав обеспечить несовершеннолетнего указанным препаратом. Также прокурорам края предъявлены иски о пожизненном обеспечении необходимыми лекарственными средствами еще двух детей-инвалидов. В ближайшее время Минздрав Пермского края закупит лекарственные препараты. На сегодня на этом и закончу. Коллеги? Спасибо, Настя. Продолжу тему. Совсем скоро два березняковца предстанут перед судом за вымогательство и хранение оружия. До этого весенним вечером обвиняемые ворвались в помещение, принадлежавшее потерпевшему. Повалили бизнесмена на пол и связали ему руки монтажным хомутом. Преступление произошло в офисе потерпевшего. Неизвестные забежали в помещение, повалили бизнесмена на пол и связали ему при этом руки. Угрожая оружием, налетчики потребовали переоформить на одного из злоумышленников документы на право собственности нежилого помещения базы потерпевшего. Стоимость помещения составляла около 25 миллионов рублей. Мужчина сообщил, что недвижимость находится в обременении банка. Узнав об этом, нападавшие поменяли свои планы и потребовали от потерпевшего ежемесячно перечислять им определенную сумму денег, вырученную от сдачи помещений базы в аренду. Затем они направились к автомобилю бизнесмена, чтобы проследовать на территорию базы и осмотреть ее. По дороге к машине предприниматель вырвался от незнакомцев и спрятался в близлежащих зданиях. Сами убежали в неизвестном направлении. К раскрытию данного преступления подключились лучшие сыщики при Камье. Личности нападавших установили. Ими оказались двое жителей из Березняков. Их задержали. У них обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Дело направлено в суд. А теперь хорошие новости для жителей Губахинского округа. Там начались работы по ремонту подвесного моста через Косьву, который является одной из главных местных достопримечательностей. Чего ждать от начавшейся реконструкции местным жителям, узнаем из следующего сюжета. Ветер начинается, морж у нас весь шатается. Вот там провод, проволока, которая держит поручни. Вся отошла, все болтается. Ее нужно натянуть или поставить хотя бы какие-то опоры. Вот в данный момент видно там вот черная болтается. Это доска упала. Напомним, жители поселка Кировский, что по ту сторону Косьвы этой зимой забили тревогу и обратились в нашу редакцию. По их словам, самый длинный подвесной мост в Пермском крае находился в крайне плачевном состоянии и в любой момент мог просто рухнуть вниз. А ведь большую часть года именно он, единственная возможность для жителей и дачников поселка, добраться в свои дома. Особой остроты в эту ситуацию добавляли туристы, буквально круглый год приезжающие сюда. Вот приезжают люди, приводят эти экскурсии. Ну экскурсовод, ну ты скажи людям, вы идите аккуратно, выходите осторожно, не трясите вы его. Ведь заходят на мост и начинается вот такая вот трясучка. Ну разве так можно относиться вот... Все вопросы жителям и тогда адресовали губахинским властям. Что важно, первые действия не заставили себя долго ждать. Буквально через неделю после нашего обращения по обеим сторонам моста разместили огромные таблички, предупреждающие туристов о том, сколько человек могут одновременно заходить на объект. Тогда же в адрес местных организаций, проводящих здесь экскурсии, направили письма с требованием соблюдения мер безопасности при посещении объекта. Ну а ремонт моста власти пообещали произвести в весенне-летний период этого года. И это свое обещание тоже сдержали. Масштабные ремонтные работы на мосту стартовали с приходом июля. Сначала работники комбината благоустройства положили дополнительные грузы общим весом в 300 килограммов для того, чтобы убрать крен моста на одну сторону. А 8 июля приступили к замене деревянных настилов. В этом году запланирована полная замена полотна, плюс частичная замена поперечных балок, потому что уже старые сгнили. Сейчас по факту разбираем уже и вымениваем те, которые уже пришли в полную негодность. Будем приезжать постепенно, потому что мы выбираем, стараемся рабочее время, чтобы прохождаемость через мост была как можно меньше. Перекрываем мост на время, когда автобусы практически не ходят сюда, чтобы люди в свободное могли в вечернее и утреннее время попасть. Так же самое уехать домой. Выходные, понятно, что работы, скорее всего, проводиться не будут, так как большой наплыв людей. Ремонтные мероприятия производятся силами местного комбината благоустройства, в ведомстве которого сейчас и находится этот мост. Как рассказали его сотрудники, также в планах на этот год замена ограждающей проволоки и, возможно, добавление дополнительных грузов, если это еще потребуется. А пока мост буквально рассыпается прямо в руках у ремонтников. Вместе со старыми досками скрывается вся сущность человеческой натуры. Будем надеяться, что к обновленному мосту отношение у приезжающих сюда будет совсем иное. Анастасия Саблина, Анатолия Луначева. Наши новости. И еще одна новость в продолжении дорожной темы. В Прикамье на три недели закроют движение на обходе Чусового. Это нужно, чтобы завершить там строительные работы. Проехать по участку обхода от трассы Полазно-Чусовой до дороги Кунгур-Соликамск нельзя будет начинать с 8 утра 15 июля. К этому времени там установят бетонные блоки. В Министерстве транспорта говорят, что пользоваться обходом Чусового жители Прикамье не смогут ориентировочно в течение трех недель. На время перекрытия объезд организуют через Чусовой по улицам Клубная, Южная и Ударников. Работы будут вести на 300-метровом участке обхода от трассы Полазно-Чусовой. По словам специалистов управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, на этом отрезке нужно полностью разобрать временную дорожную одежду и заново обустроить все конструктивные слои. Земляное полотно основания и щебня – два слоя асфальта бетона. Это позволит довести дорогу до параметров, заложенных в проектной документации. Тем временем россияне назвали места для идеального отпуска. Более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах идеальным вариантом летнего отпуска. Согласно данным исследования, более 33,5% опрошенных считают, что лучше всего проводить время на пляжах в России. Для более чем 13,5% участников исследования идеальным отдыхом представляется экскурсионная поездка по России. Примерно 14% россиян видят свой лучший досуг дома или на даче. А в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше людей – более 40%. Мы решили узнать у березняковцев, а где они предпочли бы провести свой отдых. Вы считаете отдых на даче полноценным отдыхом? На даче? Ну, если там не стоять все время на грядках, а просто приехать отдохнуть на шашлыке, я считаю, что это очень хорошо на даче отдохнуть. А что бы вы выбрали – экскурсию по России или отдохнуть на пляже? Экскурсию по России. Какой бы вы выбрали пляж – зарубежный или российский? По-российски, наверное, да. Как бы вы хотели провести свой отпуск? Девушка некогда. Главное – покушать. Как бы вы хотели провести свой отпуск? На Багамах. Считаете ли вы российские пляжи хорошим местом для отдыха? Ну, если соблюдать, наверное, меры безопасности, не мусорить, то, мне кажется, да. Ну, а где на самом деле уже сегодня предпочитают отдыхать жители Пермского края? И каковы условия въезда в топ-3 направлений морского отдыха для россиян – на российский юг, в Турцию и Египет? У наших зрителей есть возможность узнать об этом из первых уст прямо сейчас. На связи с нами представитель турагентства из Перми Анжелика Кузнецова. Анжелика, приветствую. Здравствуйте. Анжелика, какая сегодня статистика бронирования? Куда чаще всего отправляются туристы? В этом году чаще ездят у нас по России, то есть выбирают открытые направления, в которые не такие сложные правила въезда. В этом году популярны по России такие направления, как Черноморское побережье наше, то есть Крым, Сочи, Анапа. Стали популярны экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург, также Казань можно отметить как наиболее популярное направление. Ну и такие активные туры, то есть на Байкал, Алтай тоже пользуются спросом. Почему туристы решают отдохнуть в своей стране? Какие причины такого выбора? Потому что за границей, так скажем, в этом году достаточно нестабильные правила въезда, они постоянно меняются, поэтому люди чаще выбирают все-таки Россию как направление. А все ли так страшно за границей? Какие условия отдыха за рубежом? Да, конечно, за границу сейчас нужно выезжать с ПЦР-тестами, почти все направления открытые принимают, то есть до 72 часа сдать ПЦР-тест. Либо некоторые направления, как, например, Турция и Египет принимают сертификаты о вакцинации. Также сейчас Турция, например, изменила правила, то есть можно предоставить справку о том, что вы переболели уже коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев. Это также подойдет для въезда в страну. А летают ли уже в Египет? Да, у нас полетная программа в Египет стоит, то есть до конца июля сейчас летает чартер до Каира. Также пришли новости о том, что сейчас разрешены чартеры до курортов, то есть до Кургада и Шарм-эль-Шейха. В данный момент мы ожидаем, когда туроператоры поставят полетную программу, то есть появятся прямые рейсы из Перми. Какова сейчас ценовая политика различных направлений? Ценовая политика туров абсолютно разная, то есть она зависит от потребностей туристов, зависит от количества дней, количества человек в туре. Минимально это всегда где-то от 20 тысяч, как и на нашу, как и в Турцию, то есть можно найти за любую стоимость туры. Это все от потребностей туриста зависит. Очень интересно, спасибо за ответ. И напоследок, какие можете дать советы туристам? Сейчас на всех курортах, как и за границей, так и в России безопасно, то есть все соблюдают меры организации безопасного отдыха. Я бы рекомендовала, конечно, обращаться в проверенные туристические компании, обязательно проверять реестровый номер у туроператора, у которого бронируется тур. Также я бы советовала планировать поездку заранее. Когда планируете поездку заранее, больше выбора и по направлению, и по отелям, объектам. Вот такие советы я бы дала. Также рекомендую туристам проверять время вылета как на курорт, так и с курорта, потому что сейчас некоторые организации не предупреждают туристов о том, что, например, время изменилось. То есть смотреть онлайн-табло, проверять, чтобы не пропустить свой вылет. Благодарю за ответ и напомню, с нами на связи была ведущий менеджер по туризму компании СКО «Тревел» город Перм Анжелика Кузнецова. Анжелика, спасибо вам, всего доброго. Спасибо, до свидания. Исследователи обнаружили на дне Камы старинное судно, затонувшее несколько столетий назад. Речь идет о парусно-гребном судне, размеры которого примерно 25 метров в длину и 5 в ширину. Его нашли на глубине более 20 метров в реке в районе Хохловки. Специалисты изучают объект с помощью оборудования. Коротко о самом важном в России, регионе и Верхниками по традиции рассказываем в двух словах. Член общественной палаты предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. Дело в том, что курящие россияне тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день или порядка 20 рабочих дней в календарном году. При этом все издержки, которые связаны с курением работников, вынуждены нести работодателей государства. Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные 10 дней отпуска в году, говорится в письме. Вперед с 14 по 17 июля местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность – четвертый класс горимости. Кроме того, до 10 сентября текущего года в лесах Прикамьи введен особый противопожарный режим. Жители Пермского края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры. Спасатели напоминают, что человеческий фактор – одна из самых распространенных причин возникновения природных пожаров. В Березняках ищут подрядчика на выполнение текущего ремонта внутренних помещений здания бывшей станции юных техников. Все ремонтные работы должны быть выполнены за 120 суток с момента подписания контракта. Также к моменту приемки результата работ подрядчик обязан вывести мусор. В трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ убрать все оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, а также привести в порядок все помещения и прилежащую территорию, восстановить озеленение и тротуары. Начальная цена контракта – более 15 миллионов 800 тысяч рублей. Заявки принимаются до 21 июля. Накануне на «Рудниках» компании «Уралкали» стартовал конкурс профмастерства на лучшее звено среди комбайновых комплексов. Чтобы увидеть воочию состязание вместе с конкурсантами «Рудника» БКПРУ-4, на глубину 400 метров под землю спустилась и наша съемочная группа. Мы гордимся своим коллективом. Наш коллектив профессионален. Коллектив здесь работает слаженно. У нашего коллектива высокие показатели. Вот они, самые смелые машинисты горных вымоченных машин комбайнового комплекса МФ-320, которые принимают участие в практическом этапе конкурса профмастерства в шахте 4-го руда управления. Свой профессионализм и сноровку демонстрируют три звена. «Оценка производится по критериям проходка на загрузку одного самоходного вагона, бурение дренажного шпура в кровлю и замер давления в шпуре прибором ПБ-2. Также производится замер времени доставки руды до скважины разгрузочной, сама разгрузка и подъезд вагона обратно под загрузку». Скорость, точность и соблюдение техники безопасности – вот самые главные критерии оценки для комиссии. Но, по словам машиниста горных вымочных машин Сергея Остапчука, только слаженная работа в команде, большой практический опыт и профессионализм позволяют достичь высоких результатов. «Стаж в шахте уже больше 15 лет. С моим командером тоже уже давно работаем, больше пяти лет вместе. У нас сложено звено, мы понимаем друг друга, и на соревнования пошли вместе». К слову, для кого-то главное в конкурсе не победа, а возможность обмена опытом с горниками из других бригад. «Да тут все ребята как бы молодцы. Тут кому как повезет, как звезды сложатся». Конкурс профессионального мастерства среди горников уже добрая традиция. Он проводится ежегодно к профессиональному празднику – Дню шахтера. Соревнования проходят на всех рудниках в Березняках и Соликамске. «Конкурс позволяет коллективам оценить свой уровень мастерства, на котором уровне он находится, сравнить с другими коллективами, а также обменяться опытом, подсмотреть некоторые методы, приемы работы и потом применить свои работы». Впереди еще теоретическая часть. Победители станут известны после подведения итогов. Лучших из лучших профессиональному празднику наградят дипломами и денежными премиями. Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости. Изделия, по которым можно писать научные работы. Соликамские мастера доказывают, они умеют делать то, что недоступно никому, а именно создавать уникальные образцы народного искусства с точностью, передающей местные исторические традиции. Нашей Любови Битнер удалось буквально с автобуса встретить приехавшего с победы с межрегионального фестиваля народных мастеров «Берестяная река Урала» Соликамца Виктора Усадкина. Вот «Берестяная река Урала». Сейчас, вон, видите, отзывы замечательные. Впечатления еще настолько свежи, что участники «Берестяной реки Урала» непрестанно шлют сообщения в созданные мечат, рассказывает Соликамский мастер народных промыслов Виктор Усадкин. На фестивале, который проходил с 9 по 11 июля в Екатеринбурге, он занял первое место в номинации «Изделие из пластовой бересты в технике, представляющей локальную традицию региона». Мне так понравилось, это фестиваль на таком уровне был. Такое отношение было доброе, дружественное, со всеми мастерами. Ну, прям, знаете, вот уезжали и то. Вечером приходим после мастер-классов, еще делали мастер-классы, садились отдельно в гостиницы. И пока кто что показал, кто кубики, кто там еще что-то делает. На фестивале были мастера из Свердловской области, Пермского края и других регионов с работами в традиционной манере и авторскими разработками. Конкурсные работы делали в режиме реального времени. Также организовали выставку берестяных изделий и мастер-классы от лучших специалистов под этнические песни музыкантов Свердловской области. Готовые работы показали на итоговой выставке участников. Ну, а вот то самое изделие, за которое Соликамский мастер получил первое место. Берестяной туэсок выполнен в историческом стиле мастеров верхнечусовских городков. В его отделке можно увидеть исторически выверенные элементы, например, вспаханное поле и годовой календарь. Ну, а вовнутри спокойно можно хранить даже воду. Делать уникальные вещи Виктор Анатольевич начал еще в 2000-х. С тех пор попробовал себя в резьбе по дереву и плетении из соснового корня. И все же остановился именно на бересте. В его работах исторически точные и важные элементы. Например, жучковый орнамент. Фишка именно Пермского края. А на стенах туэсков изразцы с изображением соликамских церквей. Ну, просто у каждого же мастера есть свое направление. Стал, как бы, сначала сувенирную продукцию по соликамску. Приехали на фестиваль именно, надо было сделать народное. То, что делали наши предки, традиционный туэсок должен быть. Дружит Виктор Усадкин и с соцсетями. Найти страничку соликамского мастера могут все желающие. И посмотреть не только фотографии с различных фестивалей и творческих встреч народников, но и мастер-классы, как сделать то или иное изделие. Например, магнитик с частичкой соли. В последние годы интерес к народному творчеству привлекает молодых мастеров. Провожу занятия с детьми. Ну, а мы желаем соликамскому мастеру новых побед в других конкурсах и оригинальных идей для произведений. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. Интересно, что 13 июля 139 лет назад начали работу первые в России телефонные станции. Ну, а чем запомнился этот день для жителей Верхниками в прошлые годы? Завершим выпуск традиционной рубрикой «День в истории». В квартирах поселка Яева год назад произошли массовые утечки газа. Героиня сюжета Галина с ужасом вспоминала, как в тот вечер вспыхнула плита в ее квартире. Та ночь оказалась беспокойной для всего поселка. По словам местных жителей, в районе 10 вечера те, кто пользовался газовой комфоркой, услышали свист. А в некоторых квартирах вспыхнули плиты. Яевенцы, почувствовав сильный запах газа в одеялах и пижамах, выбегали на улицу. Тогда причиной внештатной ситуации стал сбой работы технологического оборудования. А что же касается компенсации, то компания «Газпром распределения Пермь» взяла на себя все траты по приведению в нормальное состояние квартир, где возникли повреждения. Поистине историческое событие случилось 4 года назад для десятков березняковцев, а особенно для жителей деревень «Таман» и «Быстрое». Только представьте, больше года у них не было никакого транспортного сообщения с городом. И вот, наконец, каким-то чудом его наладили. Что касается билетов, то тогда жителям пообещали, стоимость будет не дороже нелегальных перевозок – до 130 рублей за самый длинный маршрут. Шесть лет назад в эти дни православные жители Орлау, Соли и Березняков отметили 280-летие храма похвалы Пресвятой Богородицы. Храм был построен усердием помещиков Строгановых. Здание церкви уникально. Это единственный в прикамье образец типичной московской церкви 18 века. А уже спустя 5 лет, 4 октября 2020 года, был назначен новый настоятель храма похвалы Богородицы – Иерей Зотик Джанаев. И это все на сегодня. Хотите знать и видеть больше? Подписывайтесь на свое ТВ в социальных сетях. Там всегда много интересного, как, впрочем, и в газете «Березняковская неделя». Читайте в свежем номере. Антонина Карпова и Нина Ерофеева с юбилейной 133 демонстрируют прекрасные клумбы. Сергей Мальцев и Татьяна Муракова подсказывают, как защитить от вредителей капусту и кабачки. Гуля Зуева делится рецептом вкусного и полезного Будда-боула с кино, кускусом и фасолью. Целых 20 страниц полезной информации, ярких фотографий и гороскоп, который сбывается. Подпишись на «Березняковский рабочий» и получи недельку в подарок через Сбербанк Онлайн и по телефону 20 15 47. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!